Ольга живет в этом доме более 15 лет. Говорит, весной прошлого года в их подъезде начали делать капитальный ремонт. Отремонтировали кровлю, заменили окна, пошпаклевали и покрасили стены. А вот ремонт в общей прихожей на пятом этаже, где расположены входы в три квартиры, не сделали. Тамбур большущий, квартир много на этаже. Я так думаю, что объем работы для ремонта подъезда, конечно, большой. Но, как видите сами, что немножко объем они сами себе сократили работу. Мы этим возмущены, очень возмущены. Ольга утверждает, выполнить ремонт в общей прихожей за свой счет они не в силах. Поэтому надеялись на работу коммунальных служб. В данный момент, сейчас как все это подорожало, плюс содержание дома в два раза увеличили, ну как подняли цену, ну как можно дальше еще вот это приплачивать. Но не настолько мы богаты, чтобы вот это все дальше оплачивать. Женщины вместе с другими жильцами обращались в соответствующие службы с вопросом, почему в их общей прихожей не сделали ремонт. Письмо мы это отправили. Оно у нас в департаменте при горсовете. Вот, в данный момент. Ну вот, даже вот оно есть у нас. Как это мне, я попросила ксерокопию, чтобы мне даже со штампом поставили, какого числа приняли. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства объяснили. В доме, где живет Ольга, двери в общих прихожих не предусмотрены. Жильцы пятого этажа поставили ее самовольно. Поэтому общая прихожая не вошла в план ремонтных работ. Жильцы самовольно, установив двери в проемы, которые ранее не были предусмотрены с установкой дверей, то есть закрыли общий доступ к этим местам. Поэтому фактически нам препятствует выполнение работ в этих местах. Если они приведут до первичного состояния, будем так говорить, по проекту, то тогда, конечно, возможно, работы будут выполнены. Евгения Али, Андрей Снесаренко, Руслан Шевченко, ТВ5.